Я Молли. Кажется, ты хотел меня видеть, сударь. Зови меня Геральт. Геральт? Тот самый Геральт, которого Лютик вытаскивал из стольких передряг? О да, если бы не он, меня бы тут не было. Он рассказывал мне о ваших приключениях. Как он воодушевлял тебя песни на бой. Как отвлекал Кейрона игрой на лютни. Я говорю буквально, если бы не Лютик, меня бы здесь не было, потому что я пришел спросить о нем. Ты не знаешь, куда он подевался? К сожалению, нет. Мы давно не виделись. Госпожа Баронесса не одобряет нашего знакомства. Говорит, что Лютик лентяй и пустозвон. Ты представляешь? А сестра его тебе не поможет? Она такая милая девушка. Ты же понимаешь, что у Лютика нет сестры? Есть! Я сама видела. И что забавно, она совсем на него не похожа. Такая блондинка. Может, у них отцы разные? Ага. Матери, наверное, тоже. Может быть. Но он о ней так заботится. Свертки за ней носит. Это вообще... А эти ее свертки, она была с дороги? Может, она была трубодуршей? Да-да. Теперь припоминаю. Она возвращалась с гастролей из ковера. Какая все-таки талантливая семья. Необычайно. И главное, любящая. Ты как знал. Лютик даже стих для нее написал. Для моей цираночки. Или, ну, что-то вроде того. Вот бы у меня был такой брат. Ты помнишь свой последний разговор с Лютиком? Конечно. Он попросил взаимоденег на лодку. Лодка ему зачем? Чтобы устроить мне романтическую прогулку по каналам при свете луны. Он сказал, что будет клубника, такое вино с пузырьками, и что он будет мне петь арии. Но потом мы больше не виделись. Спасибо, Молли. Погоди. Прежде чем ты уйдешь, у меня к тебе есть маленькая просьба. Лютик как-то обещал показать мне свою коллекцию мотыльков. Но так и не показал. А мне так хочется посмотреть. Тебе не придется его уговаривать. Он этих своих мотыльков всем показывает. Всем, кому только сможет. Как здорово. Спасибо. И удачи в поисках.